коллеги рад всех вас приветствовать благодарю вас что вы нашли время сегодня выйти на этот эфир и прокачаться по такой интересной теме как коммуникация с клиентами и мы сегодня с вами разберемся как это делать сервисом dds если он у вас уже подключен если еще нет то вы можете посмотреть каким образом можно работать сегодня с клиентской базой чатки отключать не буду так что можете писать любые комментарии вопросы и в конце я отвечу на него давайте будем знакомиться меня зовут влад фамилия шайхулин я из города казань я учитель консалтинговой компании smart маркетинг мы как раз занимаемся внедрением профессиональным внедрением dds и соответственно больше шести лет я занимаюсь маркетингом более того сегодня появилось такое модное направление как клиентология вот то есть работа с клиентом моей компании более 50 клиентов как я сказал живу уже в казани работаем мы по не только всей россии но и по снг и по другим странам работаем через онлайн сегодня я поделюсь своим опытом работая с покупателями сервисом dds и надеюсь буду вам в этом максимально полезен если в чате присутствуют партнеры можете поставить плюсик соответственно вот этот слайд я думаю многим партнерам dds знаком потому что есть у нас такое направление в сервисе dds профессиональное внедрение получается аккредитация у разработчиков для этого нужно выполнить определенные условия то есть те клиенты которым вы внедряли dds должны получить финансовый результат виде увеличения прибыли и сегодня таких людей порядка 40 50 в мире хотя сегодня сервисе dds распространен на 19 стран и клиентское приложение скачано 12 миллионов раз 12 миллионов пользователей и давайте с вами сразу договоримся у меня будут небольшие такие вставочки чтобы разбавить скучный какой-то такой контента как увеличить продажи могу рассказать рассказать ей сам могу да как увеличить то есть мы с вами договоримся что сегодня ту информацию которую буду вам давать эта информация основана на моем личном опыте также благодарю своего партнера юлию рыжакова за предоставленные материалы которые были использованы этой презентации соответственно это практически опыт никакой сухой теории только выжимки из того что и из работы значит с клиентами моей компании по внедрению технологии dds и по консультированию по другим вопросам по развитию бизнеса далее значит для самых терпеливых в конце будет подарок и не один друзья так что рекомендую оставаться до конца и все-таки получить вот эти всякие плюшки вкусняшки они всегда приятно и давайте начинать до коммуникация с клиентской базы а наша тема звучит как качественный контент топ-10 по созданию и сегментированные рассылки клиентам она относится в первую очередь коммуникации до коммуникации по-другому по научному это называется контент маркетинг и это информация которая отвечает на желание потребности потребителей приводит их к вам ну я взял на себе смелость заглянуть в википедию да и вот такое определение контент маркетинга мы сегодня имеем распространение полезной для потребителей информации чтобы завивать доверение и соответственно не только привлечь но и продать здесь хочу сделать оговорочку хочу сделать оговорочку потому что сегодня к сожалению современный бизнес в том числе и в россии зачастую используют некие старые приемы в коммуникациях с клиентской базы вот обратите внимание на этот слайд можете поставить в часике в часике значит циферку 1 если вы узнали себя справа где написано внешний маркетолог да внешний маркетинг это старые подходы когда любой вид маркетинга направлен на продажу когда компания говорит я я я мы самые крутые у нас самый крутой продукт купил меня что в корне отличается от современных более эффективных подходов внутреннего маркетинга когда компания говорит не о том какая крутая она и какой крутой у нее продукт а о том какие у нее крутые клиенты и вот вы видите да что подходы различаются если в первом случае односторонние коммуникации то есть мы какую-то информацию шлем для наших покупателей для наших там заинтересованных потенциальных до клиентов то во втором случае компания активно собирает еще и фидбэк обратную связь на когда ей важно понимать а что думают на самом деле они в клиент ну и вот такие вот интересные вещи как обучение да и развлечения то сегодня передовые подходы в зарубежном маркетинге и в продажах говорят о том что маркетологи должны развлекать первую очередь друзья своих клиентов в отличие от того чтобы просто показывать продукт яркий пример заходишь какой-нибудь инстаграм на аккаунт там салоны или студии красоты и увидишь там одни ногти 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 друзья поставьте плюсик кто наблюдал такую историю давайте поставьте единичку кто наблюдал такую историю то есть компания транслирует только продукт и либо его результат другой подход когда компания транслирует какие-то развлекающие обучающие новостной в том числе продающий контента когда человеку в первую очередь становится интересно и он подписывается на вас и таким образом формируется доверие и в дальнейшем происходит такая история как он просто вспоминает о вас то есть сегодня в современной коммуникации с клиентской базой важно одна вещь кстати об этом ярко показала вот этот процесс до самой изоляции пандемии важно о себе просто напомнить причем вот это напоминание оно должно быть нативным ненавязчивым в отличие от старых подходов когда мы транслируем да вот этот история с конверсии история история значит с большими цифрами когда мы какие-то большие делаем информационные вбросы рассылки и просто там смотрим поворотки продаж там заинтересовались перешли кликнули там сделали заявку купили да и сегодня вот эта тенденция она сокращается то есть сегодня простой информационный вброс он не дает тех результатов которых давал раньше оно и понятно потому что сегодня вокруг современного покупателя достаточно большой пласт информации во-первых конкуренция то есть конкуренция о том что сегодня по мировой статистике более 400 миллионов зарегистрированных предпринимателей друзья и их становится все больше с каждым годом и соответственно все они начинают делать то же самое как-то заявлять о себе на рынке как-то транслировать какую-то свою информацию и так далее а у человека помимо того что вокруг него крутится достаточно много сегодня компаний которые транслируют информацию себе у него еще и там личная жизнь работа и так далее то есть у него достаточно большой объем информации который вращается вокруг него и постепенно люди начинают уже от этого ограждаться да то есть все мы знаем такое понятие как баннерная рекламная слепота когда уже люди не фиксируют те рекламные компании которые в их адрес направлены до яркий пример опять же до приведу когда современные дети там двух лет у кого они есть меня поймут смотрят там где-нибудь на планшете на телефоне youtube и у них они даже еще разговаривать не умеют но у них пальчик лежит на том месте на экране где кнопочка пропустить рекламу кто на это обращал внимание друзья напишите давайте я напишите кто обращал внимание кто пролистывает сегодня таргет в инстаграме и в постах и в stories кто переключает сегодня рекламу на телевидении да кто сегодня берет листовки у промоутеров да и укидывает их тут же в урну вот это как раз о холодной до холодной информации для новых клиент и обратите внимание сегодня вот такой вот пути клиенты есть и на каждом этапе с ним можно коммуницировать начиная с формирования потребности когда мы значит впервые ищем нашего покупателя когда мы формируем для него какое-то наше коммерческое предложение рекламный оффер и так далее формирование потребности поиск решений сбор информации первичное ознакомление либо интерес и дальше приобретение приобретение использования положительные впечатления и рекомендации мы сегодня будем говорить не о всех не о всем этом пути клиента мы сегодня поговорим о том как коммуницировать с клиентом вот прошу обратить внимание название моей темы качественный контент по рассылке и созданию клиентам в первую очередь то есть мы не будем говорить о потенциальных каких-то заинтересованных покупателей для того чтобы их привлечь к нам мы будем говорить о том как коммуницировать с теми кто уже у нас купил как я всегда люблю говорить пришли в ваш бизнес клиенты вы что-то для этого сделали instagram там яндекс директ и так далее а дальше что вот мы как раз поговорим сегодня об этом да а что дальше с момента того когда человек деньги у вас оставил и приобрел ваш продукт товар или услугу что дальше что нужно делать с ним дальше чтобы он возвращался оставлял больше денег покупал чаще и самое главное приводил своих друзей интересная информация да как я уже поставил повторил да контент клиентов мы сегодня будем говорить о коммуникации с клиентской базы друзей и небольшая печальная статистика о том что многие клиенты уходят из бизнеса потому что компания не не клиент клиент ориентирована да то есть какую-то информационный сброс сделали что-то продали и все то есть клиента не слышат клиента не понимают и разочарованы он уходит и больше не возвращается стратегической ошибкой многих маркетологов предпринимателей до является сегодня то что бюджеты они направляют на привлечение клиентов не думая об удержании хотя если мы разберемся по-хорошему мы увидим что 80 процентов любой клиентской базы это сегодня новый клиент и 20 процентов постоянно кто со мной согласен напишите до 80 процентов новых клиентов 20 процентов постоянных клиентов давайте дождемся ответов кто согласен напишите 2 ну я эту цифру взял среднюю по аналогии с принципом паре то я надеюсь вы все знаете что это такое так вот что интересно если мы рассмотрим не размер клиентской базы о процентном соотношении которых я говорил сейчас а о том что сколько денег в бизнес то есть сколько прибыли приносит вот эти две целевые группы мы увидим с точностью друзья мои наоборот мы увидим то что постоянные клиенты приносит 80 процентов прибыли им не нужны распродажи акции им не нужны какие-то купоны на корпораторах да они так покупают потому что они любят у них есть определенный уровень ожидания от вашего бизнеса сервиса вашего продукта чего нельзя сказать о новых клиентах эти люди всегда приходят неохотно покупают осторожничая до опасаясь каких-то там подвохов или просто желая попробовать разобраться да и естественно на них всегда направлен большой большими маркетинговый бюджет этой он на купонаторах это различные акции распродажи и так далее так далее плюс бюджетное привлечение исходя из логики то перед открытием даже любого бизнеса либо там перед первой продажей логично было бы продумать что было бы хорошо чтобы клиент который в первый раз приходит к нам и покупает оставался с нами надолго моя любимая фраза это из американского бизнеса из-за практики в америке бизнесом называют не то что человек купил один раз у вас бизнесом называется то что вы продали одному и тому же человеку 251 раз понимаете даже вот определение бизнеса в гражданском кодексе говорит о том что это систематическая коммерческая деятельность по извлечению прибыль поэтому каждый на мой взгляд предприниматель должен задумываться о том чтобы клиент который придет впервые остался у него на десятилетия как вот вы многие кто путешествовал в европе до знаете да что то есть там магазинчики есть там кафешечки да и так далее которые во первых передаются из поколения в поколение как бизнес и самое интересное клиенты из поколения в поколение ходят к ним и покупают и вот интересная статистика об этом говорилось во второй день по-моему насколько я помню один из наших партнеров который выступал на подобных вебинарах говорили о том что всего лишь на 5 процентов увеличение количества постоянных клиентов влечет за собой увеличение прибыли от 25 до 100 процентов зависимости от отрасли это данные вот эти все статистические данные взяты из анализа и исследования компании crowd twist штаб-квартира в нью-йорке а за занимается маркетинговые исследования а также исследования на рынке лояльности движемся дальше друзья давайте пишите сейчас сколько клиентов у вас где вы их ведете вот и по пообщаемся да подискутируем на эту тему прошу вас дать обратную связь пока вы пишете свои ответы я хочу чтобы вы задумались о том а если вы не можете ответить на на этот вопрос как вы считаете важно ли сегодня собирать клиентскую базу важно ли ее где-то ввести и самое главное зачем то есть я обращал внимание что ряд предпринимателей ряд компаний кто-то ведет клиентскую базу кто-то не ведет но те кто ведет там они собирают какие-то анкетные данные причем это все непросто и анкетные данные эти потом тратится время или отдельного сотрудника закрепляют да для того чтобы над перенес куда-то в excel crm систему вручную и так далее соответственно а зачем это нужно делать то есть одно дело мы ведем клиентскую базу а другое дело зачем мы ее ведем ну понятно чтобы как бы знать да там максимум что сегодня в голову приходит это какой-то там смс рассылку по этой базе сделать но согласитесь было бы очень круто если бы клиентская база куда мы ее собираем во первых она собиралась бы автоматически без нашего участия во вторых на был какой-то инструмент который напрямую с этой клиентской базы позволил бы скоммуницировать тогда отсюда вытекает следующий вопрос а как вы коммуницируете с клиентской базы то есть через какие сервисы через какие может быть инструменты вы отправляете им вот свою информацию свою рассылку инстаграмм 40 тысяч отлично 15000 с супер алина через какие сервисы вы коммуницируете со своей клиентской базы достаточно я думаю интересный вопрос потому что как я уже говорил важно сегодня возвращать клиента первый раз человек который к нам пришел и купил важно чтобы он последствий покупала у нас постоянно и соответственно встает вопрос а как это делать сегодня есть несколько видных способов до коммуникации сегодня с клиентом я думаю всех вы их знаете напишите пожалуйста в чате кто какие виды рассылок использовать по тем цифрам которые я указал на этом слайде если у вас какой-то другой способ есть коммуникации напишите что там пункт 6 допустим и ваш способ пока вы пишете кто по каким сервисам инструментом использовать сегодня для общения с клиентской базы я расскажу про плюсы и минусы каждого пункт 1 sms коммуникация да и сама с информированием на самом деле один из первых таких способов которые стал более-менее популярным там где-то годов с двухтысячных когда у нас активно начали там заходить на рынок там сотовые операторы и так далее но сегодня к сожалению этот способ сегодня не показывает той эффективности который бы хотелось кто вообще проводил анализ насколько эффективны допустим sms рассылка до в его компании то есть мы там разослали на 10 тысяч клиентов смс пришло там столько ты купила и именно ли по этой смс люди пришли то есть важно еще понимать вот этот канал который мы используем насколько он отслеживается может человек просто там мимо проходила смс не получал какой минус сегодня у смс коммуникации есть вообще и на что стоит обращать внимание момент 1 sms сегодня содержит порядка 68 или 69 символов точно не помню и это говорит о том что это достаточно небольшая информация для потребителей для нашего покупателя и что туда можно уместить самое эффективное из того что можно выжать из этого я встречал когда в смс зашивает какую-то кликабельную ссылку переходящую на сторонний ресурс это может быть на сайт на instagram и так далее но вот это вот отсутствие достаточно количество информации для принятия решения для покупки отсутствие продающего там какой-то картинки фото да вот это все делает минус потом sms это все-таки платный ресурс то есть среднем там полтора рубля за штука если при больших объемах это достаточно большие затраты если мы говорим о том что сегодня с клиентской базы нужно коммуницировать периодически где-то не знаю там один-два раза в неделю было бы более-менее эффективно то можете посчитать сколько в своем бизнесе вы потратите денег если будете использовать sms ну вот лично на своем опыте скажу что и сам иски лично меня вот не устраивает как формат коммуникации почему потому что я не могу ответить на эту смс в основном они шлются с коротких номеров отписаться никак не реально то есть если тебя занесли в базу соответственно ты там и остаешься я вот свой опыт расскажу до практика фитнес-клуб был один с кем я перестал сотрудничать по определенным на то причинам и соответственно мне они продолжают слать смс я им звонил несколько раз и говорил ребята уберите из базы так далее ну как бы реакции 0 плюс смс к если ее не прочитать она вот на экране смартфона она для некоторых вот это важно противно горит цифра 1 все категории людей делятся на 2 до те кто у кого экран смартфона абсолютно чистый где ни одной цифры там 12 и больше нету то есть все этом прочитанные мессенджеры да все там социальные сети в электронной почте и так далее и другая категория людей у которых значит 5000 сообщений на электронной почте горит эта цифра на их не напрягает и так далее но это разный склад ума и так далее эти люди раз вот такие минусы смс информирования сегодня существует email email достаточно да еще не всегда понятно от кого смс владимир да все верно email коммуникация тоже было в свое время достаточно эффективный и что отличие от sms туда можно зашивать какую-то информацию более развернут да потому что это электронная почта там можно их это фото при прикрепить какие ссылки да и так далее так далее максимально подробно но к сожалению если мы говорим сегодня о большинстве предпринимателей которые в россии не только есть то их количество сегодня порядка там 80 90 процентов работают с конечно потребительским физическим лицом то есть мы продаем людям так скажем да а есть сектор бизнес для бизнеса которые коммуницируют и продают другим компаниям вот для них и мэйла достаточно эффективная история в отличие от физлиц по статистике мировой открываемость email физлицами составляет от 3 до 5 процентов ну и вот сделать на выводы друзья стоит ли этот канал использовать хотя для него достаточно много созданных сервисов там юнисендер до какой-нибудь который сделает там автоматическую рассылку планинги и так далее социальные сети рассылки через социальные сети вот я выделил этот третий пункт и это тоже такая достаточно распространенную история будьте внимательны у меня будет в конце слайд как раз я выложил рассылку социальной сети instagram и мы посмотрим разберем что можно сказать про соцсети соцсети это достаточно эффективный канал то есть сегодня примеру социальная сеть instagram является достаточно продающий и вот та информация которую предприниматель либо там лицо которое создает контент выкладывает она в принципе достаточно эффективный продающий важно понимать а в какой какая целевая аудитория сидит в той или иной социальной сети то есть ваша она или нет допустим там instagram это более молодежная история контакт вернее контакт это более молодежно instagram сегодня уже более зрелая а допустим одноклассники это уже более возрастная если вот так вот примерно утрировать но в социальных сетях к сожалению нет возможности делать какую-то прямую коммуникацию сейчас сегодня речь именно об этом что-то я подразумеваю под прямой коммуникации это когда мы не просто выложили пост в инстаграме или там в контакте фейсбуке и так далее а мы обратили внимание клиента напрямую то есть мы его допустим с инстаграмом связывать это рассылка в директ вообще у меня такой вопрос а кто любит из присутствующих рассылку в директ инстаграма своего от каких-либо компаний поставьте плюсик если вы любите и минус если вы не любите это я своем личном опыте тоже чуть позже поделюсь в основном компании используют формат постинга до или снятия stories ну и плюс таргетированная реклама когда это платный на канал который позволяет там stories идут те же посты до которые чередуются между постами и stories ами основных ваших подписчиков тех на кого вы подписаны напрягает светлана отлично моей статистике сам с 10 20 процентов открывать спасибо ли не то есть социальных сетях они больше они своего рода позиционируется как некая витрина наших там товаров либо услуг они как способ прямой коммуникации я вам даже больше скажу если сегодня предприниматель считает что его клиентская база это его подписчики в инстаграм друзья вы заблуждаетесь потому что инстаграм это социальная сеть и подписчики там это подписчики социальной сети это не актив вашего бизнеса актив вашего бизнеса это когда данные клиенты находятся лично у вас и вы имеете возможность с этой клиентской базы работать мессенджеры тоже очень интересный момент последнее время наблюдая засилие всяких чат ботов до который использует разные предприниматели и в этом плане допустим чат боты мессенджеры telegram они намного эффективнее мне вообще очень нравится эта социальная сеть потому что вернее этот мессенджер потому что это даже больше чем мессенджер у него достаточно сильное ядро и достаточно большой функционал и сегодня он по моим ощущениям это аналогия китайского байду да когда есть и канал и разные функции которые может там и платежный шлюз прикрепить и так далее но вместе с тем про мессенджеры могу сказать следующее что сегодня современный покупатель современный человек не любит когда ему пишут в мессенджер я имею ввиду компании которые ему что-то хотят продать почему это так происходит потому что мессенджеры в основном для нас с вами там вайбер там ватсап telegram и так далее это что-то личное это то где я общаюсь со своими друзьями коллегами родственниками и мне не нравится когда в мое личное пространство вторгаются какие-то коммерческие предложения и я не раз и может быть вы в том числе наблюдали такую историю когда предприниматель создает какой-то там чат допустим в ватсапе добавляет туда там своих знакомых потенциальных клиентов клиентов начинает им что-то туда писать и люди массово оттуда выходят кто наблюдал такую историю поставьте пожалуйста плюс друзья когда вас добавляли какой-то там чат коммерческий да и вам и вам не нужна эта информация вообще люди сегодня по психологии они не любят когда им продают они любят покупать сами и это очень важно на это стоит обращать внимание и и сегодня вот перейдем к пятому пункту самый эффективный канал коммуникации который сегодня вообще существует это пуш уведомления через мобильные приложения объясню почему так происходит ну во первых давайте обратимся к некой такой статистической информации вообще предприниматели это люди которые наблюдают за другими предпринимателями посматривают да по хорошему и какие-то вещи эффективные применяют обратите внимание я назову ряд компании вы все их знаете и у них у всех есть общая черта это мобильное приложение для клиентов во первых это ритейл продуктовый магнит пятерочка карусель красное белое это сети ази с лукойл ирбис шелл это допустим федеральный сет спорт товаров там спорт мастер да и так далее друзья что у них интересно у них у всех есть собственное мобильное приложение для клиентов и еще кстати забыл друзья банки банки сегодня тоже имеет онлайн банкинг в мобильном приложении и сегодня согласитесь было бы такой формат нонсенса когда у банка нет мобильного приложения то есть это все равно что вот еще хочу добавить атмосферу такси да это все равно что такси да когда сегодня очень редко мы можем наблюдать человека который звонит да и куда-то там вызывает когда можно через мобильное приложение то есть сегодня мобильное приложение это второе это тренд и оно и понятно потому что жизнь современного человека она находится в смартфоне сегодня смартфон и такой мини-компьютер который решает все его основные задачи в жизни это и общение это и бизнес там дела какие-то это и финансы да когда у него онлайн банкинг и так далее есть соответственно то время где он проводит больше всего это в экране своего мобильного телефона на то и стоит обращать внимание соответственно мобильное приложение компании соответствующие там с рассылкой да через push уведомления они зачастую бесплатные если это собственно разработка или там какой-то агрегатор соответственно это эффективный канал почему потому что мобильное приложение в отличие от других каналов коммуникации оно сделано таким образом что вот это вот пуш уведомления она не раздражает его можно свернуть вернуться к нему снова его можно открыть когда хочешь текст мобильного приложения вмещается достаточно большое количество знаков да там от полутора тысяч том до двух тысяч двести в инстаграме примеру да если мы говорим о косте соответственно вот этот формат коммуникации сегодня достаточно эффективно плюсом в мобильном в пуш уведомления мобильного приложения можно зашивать различные ссылки кликабельные на телефон на там внешне какой-то ресурс на наш сайт допустим или на наш инстаграм и так далее таким образом переливать базы с одного сервиса с одного инструмента в другой движемся дальше друзья если мы говорим про мобильное приложение вот здесь может сделать фото да сфотографировать есть моменты связанные с разработкой своего собственного приложения и готовое решение юдс у меня нет сегодня задачи рассказывать про наш супер чудесный сервис презентовать его функционал и так далее это вы сможете сделать самостоятельно единственное вот я представил вот такое отличие да если это собственная разработка если это готовое решение которое за один день любой предприниматель может себе бизнес получить самое интересное помимо вот этих перечисленных плюсов и минусов я скажу следующее что современному человеку на экране его мобильного телефона не нужно 500 мобильных приложений от 500 компаний с которыми он взаимодействует в разное время своей жизни ему гораздо удобнее использовать некие агрегаторы чем в принципе юдс является в отличие от каких-то вот собственных приложений от других компаний думаю за исключением каких-то крупных которых все знают и которые мы часто пользуемся допустим продуктовые какие-то на вещи таким образом какие агрегаторы мы знаем да это авиасейлс это купи билет sky scanner и так далее агрегаторы авиабилетов это агрегатор booking отелей агрегатор съема жилья airbnb да и так далее то есть сегодня человеку это удобнее чем мониторить различные ресурсы попробуйте если мне не верите попробуйте скачать мобильные приложения авиаперевозчиков utair аэрофлот s7 ну там всех остальных и попробуйте мониторить информацию от них ту за которую в принципе тот же авиасейлс делает мгновенно попробуйте сделать это самостоятельно у кого еще нет технологии юдс в бизнесе пожалуйста можете перейти значит по ссылке либо сканировать qr-код и соответственно получить презентацию себе совсем функционал что интересно вот что общего вернее у юдс и у тех компаний мобильные приложения которых мы только что озвучили да у них у всех в мобильном приложении для клиента встроенная бонусная программа я сейчас не буду говорить чем бонусная программа выгоднее чем скидочная на это есть отдельный вебинар и отдельная тема но все крупные компании имеют мобильное приложение с бонусной программы внутри потому что сегодня бонусная программа это или программа лояльности по-другому это единственный способ смотивировать потребителя скачать приложение то есть какие-то привилегии плюшки бонусы и так далее тем более сегодня даже банки используют своем сервисе кэшбэк да то есть кэшбэк на остаток по счету по карте и так далее и юдс не только не исключение даже на голову опережает это мое авторское мнение могу личном общении всем доказать на голову опережает технологии вот этих вышеназванных крупных компаний потому что тот опыт и тот функционал который сегодня имеется в этом приложении в этой в этом сервисе мы собираем по обратной связи с международного рынка то есть 19 стран и быстро внедряем новые технологии новые функции что нельзя сказать о даже федеральных крупных компаниях потому что они в этом плане менее гибкие ну и вот кратенький последний слайд про юдс на что он влияет в плане финансовых показателей и мы как раз об этом говорили в самом начале что 20 процентов это постоянные клиенты они приносят 80 процентов прибыли примерно по средней статистике и вот это вот прибыль от постоянных клиентов она генерируется вот исходя из вот этих восьми финансовых показателей бизнесе эффективные коммуникации с клиентской базы на самом деле это ключ к решению задач в вашем бизнесе потому что прибыль предприятия любого прибыль любой компании я считаю она должна расти постоянно и нужно принимать все меры для того чтобы это делать тем людям ну давайте логично просуждаем тем людям которые у вас уже один раз купили согласитесь им продать легче чем новому клиенту их легче спровоцировать дать рекомендацию и соответственно получить новую прибыль ну и юдс соответственно достаточно большой функционал имеет именно в этом направлении серым со встроенной двусторонней коммуникации 30 долларов в месяц у кого еще нет неограниченному количеству клиентов неограничено количество раз со множеством механика то есть действительно да функционал технологии сервиса crm достаточно большой и эффективный и сегодня посмотрите я продемонстрирую свой опыт а как мы работаем с клиентами если юдс бизнесе уже стоит и сегодня в этом чате также присутствуют предприниматели у которых эта технология используется многих даже не первый год и соответственно достаточно эффективно по видам коммуникации с клиентской базы обратите внимание есть здесь выделил достаточно большой такой перечень при котором мы можем касаться клиента первое это рассылки до восьми раз в месяц то есть два раза в неделю или восемь раз в месяц прямая коммуникация на всю клиентскую базу куда можно зашивать фото текст кликабельные ссылки на внешние ресурсы в том числе на номер телефона плюс товары из прайса и можно это самое главное еще и сегментировать по любой группе клиентов об этом я скажу чуть позже автоматическое поздравление с днем рождения друзья это очень очень крутая функция и об этом я тоже сделаю оговорку чуть позже я представлю статистику как автоматически ну и вообще поздравлением с днем рождения влияет на продажу кому интересно поставьте десяточки пожалуйста на вопрос как можно увеличить продажи только с одной функции поздравление с днем рождения текстовые сообщения то есть в отличие от sms там куда мы не можем да на короткий номер ответить или мы или ватсап там какой-нибудь другой мессенджер где бизнес пытается достучаться до клиента то текстовые сообщения здесь имеется ввиду о неком внутреннем чате с компании при котором руководитель либо управление читает эти сообщения то есть обратите внимание руководитель не дает свой номер да то есть вот я наблюдал так много многих бизнесов проблему когда приходишь что-то покупаешь там может быть тебе там кассир как-то обсчитал может быть там на хамил и ты хочешь обратную связь оставить и соответственно ты максимум что можешь получить это адрес электронной почты пишите нам туда и ты не понимаешь ответят тебе не ответят и зачастую даже не отвечает никто то есть формат там улетела ли в спам там прочитано оставлено без внимания и так далее то есть ты в недоумении здесь текстовые сообщения опять же как я повторюсь это некий внутренний чат с компании который читает руководитель опять же это не наша придумка это уже давно использует онлайн банки не только онлайн банкинг сервис онлайн банкинга в тех банках которых есть мобильное приложение и там есть некий там чат из техподдержкой там сотовых операторах и так далее то есть это достаточно эффективная история когда мы можем обратиться и оперативно получить ответ кстати если мы есть такое непреложное правило друзья а если мы говорим о двухсторонней коммуникации когда клиент спрашивает то ему важно отвечать в течение не более чем 30 минут иначе он недовольный просто развернется и уйдет другой бизнес потому что на него не обращать внимание имейте ввиду это очень важный фактор ответы на обратную связь обратная связь на мой взгляд это очень важный инструмент в бизнесе и удаст он тоже реализован причем при каждой абсолютно покупки мы это взяли по аналогии с такими очень известными сервисами такси get яндекс uber и так далее когда вы приезжаете к месту назначения и соответственно вам вылезает окошечко или пуш уведомление приходит если экран заблокирован о том чтобы оценить качество обслуживания оставить комментарий соответственно вот это вот провокация на каждую при каждой покупке дает достаточно большую обратную связь то есть обратной связи есть правило и и должно быть много только тогда бизнес может понять а в какую сторону ему развиваться дальше кстати чуть позже об этом скажу завтра будет вебинар на тему а как развиваться компании как увеличить прибыль продажи и так далее с помощью обратной связи друзья прошу обратить внимание чуть позже будет об этом более подробная информация заказы предзаказы если у вас бизнесе реализован доставка интернет-магазин то опять же можно коммуницировать через это то есть можно формировать какие-то ответы клиенту авто ответы да когда там ваш заказ оформлен ваш заказ пути вас заказ доставлен и так далее статусы сервисные push здесь имеется ввиду если вашей компании предусмотрена градация клиента на там из серии обычный покупатель там серебро платина там и так далее некий там обычный клиент вип клиенты соответственно сервисы об изменении статуса вот эти оповещения они тоже напоминают клиенту и если говорить вообще вот вот этом комплексе информационных рассылок с помощью сервисы и дэс иногда мне люди говорят их такое большое количество плюс там начисление списания баллов не отключает ли их пользователи не поднять включать их покупателя как показывает наша статистика 12 миллионов пользователей более 90 90 процентов тех кто скачивает приложение мобильные без не отключает эти уведомления почему потому что они напрямую связаны с бонусной программы вот эта вот история собственных покупок начислено списано история про я порекомендовал другу и друг пришел купил мне значит с этого тоже процент в виде бонусов тоже упал на на некий мой виртуальный банк счет в этой компании и это сродни смс-ки либо пушки от банка да когда вам на карту приходят деньги и вы хотите знать да вот эту вот позитивную приятную эмоцию ощущать когда у вас пополняется ваше так скажем благосостояние именно поэтому пуш уведомления от приложения удс покупатели большинстве своем не отключает и это большой плюс потому что в этом случае мы можем касаться клиента для каких-то целевых действий до нам нужных нашем случае это до продажи повторные покупки и рекомендации нашего бизнеса по дню рождения друзья прошу обратить внимание это скриншот аж далекого 17 года когда один из ресторан который использует до сих пор сервис у дс мы собрали статистику по вот этой автоматической поздравлялки с днем рождения когда ресторан начислял 500 приветственных бонусных баллов на день рождения дополнительно тому к истории покупок которые были у гостя и соответственно мы отследили очень интересную статистику вот второй человек до когда вот пришел и заказал банкет вот некая табличка когда вот эта автоматическая поздравлялка с днем рождения она напрямую влияет на последующие продажи ну в ресторанном бизнесе мы обратили внимание что эта конверсия 50 процентов друзья в банкет обратите внимание все клиенты которые оцифровались используют бонусную программу ресторана нашем случае 50 процентов случаях при поздравлении и с днем рождения поздравление с днем рождения идет с начислением подарочных баллов конверсировали вот эту вот историю в банкет потом но потому что а куда еще если у тебя там ты привык ты покупаешь ты кушаешь у тебя есть уровень ожидания тебе еще бонус ударит и так далее и согласитесь это достаточно приятно когда тебя не просто поздравляют с днем рождения а когда тебе еще что-то дарят потому что вот на моей практике даже крупные компании не имеют такого лояльного сервиса даже какой-нибудь сотовый оператор возможно тебе отправит смс но что им стоит подарить ну да допустим даже 50 рублей им это ничего не стоит но эмоции от этого будет гораздо выше причем в нашем случае используем сервису и действовать такой штука автоматическая поздравлялка с днем рождения она естественно рождает положительную эмоцию потому что это мало кто делает мало кто поздравляет и что-то дарит и плюс а это еще является провокации до дополнительной провокации напоминанием стимулированием и рекомендации это очень круто какие задачи решает вообще коммуникация с клиентской базы ну вот я провел аналогию социальными сетями из юдс то есть рассылка через юдс возможно для решения повторных покупок запуска сарафанного радио чистоты средний человек обратной связи так далее через социальные сети опять же как я говорил это все-таки не актив бизнеса и соответственно здесь важно именно чтобы клиент социальных сетей переходил к нам в клиентскую базу соответственно мы их будем мотивировать оцифроваться к нам в клиентскую базу ну и естественно через всякие бонусы плюшки леонид мы можем подробнее чуть позже пообщаться по поводу таблицы что интересно одна из важных отличий сервиса и дес что коммуникация это обе стороны идет то есть от нас уходит какая-то информация новостная информационная развлекательная продающая с целью повторных покупок до повторных продаж и значит рекомендаций и так далее и самое важное мы от клиентов получаем фидбэк и обратную связь об этом кстати будет говориться завтра примеры контента на какую тему можно делать рассылки с помощью сервиса или дес или с помощью любого любого другого который вы используете либо планировать использовать то есть важно здесь понимать что первое-наперво та информация которую будет получать клиент будет интересно ему в одном случае если это будет связано с увеличением его так скажем благосостояние то есть с бонусной программы это называется обмен с превышением когда за одни и те же деньги человек получает больше и соответственно на этот день стоит делать акцент на это стоит делать упор как получить больше баллов делать рекомендации товары запал и правила бонусной программы и так далее можете сфотографировать вот примеры коммуникаций который сегодня используют наши клиенты через сервисе дуэс вот этот допустим пуш уведомление через мобильное приложение о том как рекомендовать то есть нашем случае решает две задачи это некий обучающая информация для гостей ресторана в нашем случае в ангог город казань либо дополнительно решает вопрос связанность рекомендации то есть новый клиент для бизнеса далее значит сеть ателье и химчисток вот у них такая благотворительная пуш уведомления очень интересно когда они делают акцент на свою аудиторию чтобы значит вещи нуждающимся передавались то есть это информационный то есть обратите внимание не вся информация которую мы отправляем клиентам должна мотивировать их к покупке она должна их мотивировать покупки не напрямую а посредством и в нашем случае зачастую иногда просто важно напомнить о себе что в принципе здесь происходит скорее в ресторан да то есть это вот призыв действию это вот продающий выбери акцию получи скидку и так далее и конкурс до конкурсы розыгрыша тоже нужно стоит вовлекать свою аудиторию в рекомендации в какие-то другие целевые действия для того чтобы естественно и им было интересно и нам получить больше прибыли вот нашем случае недавно разыгрывался смартфон я надеюсь мы скоро подведем итоги это город казань это сеть ателье химчисток по поводу рассылки в директ инстаграма вот глубоко уважаемый знакомый друг предприниматель маркетолог бизнес тренер александр выложил stories вот такую вот историю когда ему пришло оповещение в директ инстаграм в личные сообщения еще не был у нас ждем да он им ответил здравствуйте мои не неведоми симпперопольские друзья ваш спам стал главным информационным событием прошедшей недели сообщение от неведома мне барбершопа настолько тронуло мое сердце что я готов вылететь первым же рейсом из москвы пожалуйста не утружать себя обращением на вы к незнакомый человек о чем эта история эта история о том что друзья не грешите рассылками в директ инстаграма особенно тем кто на вас не подписан ну потому что эта история во первых не на не сразу прочитаться во вторых она как минимум вызывает легкое недоумение а какого по какой причине ты ко мне обращаешься если мы условно не знакомы еще ты влезаешь в личное пространство и пожалуй самое важное что хочется сказать по рассылке до по коммуникации с клиентской базы с помощью сервиса юдс в отличие от любых других сервисов то что рассылку коммуникации мы можем таргетировать ну или по-другому сегментировать по различным группам наших клиентов и вот эти вот восемь даже push уведомлений в месяц я не призываю вас чтобы отправляли всем клиентам правитель одной целевой группе одну два сообщения в месяц но по другим критериям вы можете градировать да то есть вы можете сформировать сообщение для разных групп клиентов допустим два раза в месяц 4 группы в этом месяце выбрали клиентов и соответственно сделать для них два предложения и разослали и это очень круто потому что сегодня современный покупатель современный человек не любит когда его слишком часто донимают какими-либо сообщениями я вот на себе обращал внимание один там электронный дискаунтер marketplace начал слишком часто мне слать информацию я выключил уведомление от мобильного приложения так они не начали на электронную почту дублировать друзья это бесит нужно не навязчиво не часто но достаточно эффективно касаться своей клиентской базы говорить с ними с некой заботой с неким таким отношением хорошим нежели там что-то продавать и сегодня это работает намного лучше выстроены отношения в продажах работают лучше чем холодные продажи блок соответственно вот по таким критериям мы можем таргетировать на наши клиентские базы очень круто потому что сегодня ни один человек не любит я это называю масс-маркет когда всем предложением одно и то же рассылается напомните бузовую рекламе всем как всем всем как мне или мне как всем вот тоже самое вот есть категория вип-клиентов которые не любят когда им приходит предложение для обычных клиентов поэтому важно именно сегментировать если даже у вас сюда с сегодня есть я вас призываю займитесь сегментации потому что это это может достаточно больше вам эффект сформировать бизнесе и рекомендую опять же составлять контент-план некий график расписания публикации и новостей сейчас мы быстро пробежимся вот это примерный график я поймаю здесь мелко но здесь расписано по датам по темам по ответственным и так далее и немножко уменьшенном варианте то есть запланировано такую-то дату день недели какой вид информации идет и так далее кто отправляет кто ответственный тогда контент для социальных сетей то есть что в социальных сетях транслировать улев likely с нашем случае я по ней я понимаю для в качестве клиентской базы то есть что транслировать нам важны социальных сетей как я уже повторился лить некий такой трафик социальных сетей в клиентскую базу и это важно потому что в 10 кому от базой важно потом напрямую коммуницируй социальных сетях еще раз повторюсь прямой коммуникации нет Есть опосредование. Для того, чтобы человек получил информацию, он должен зайти в тот же Инстаграм, начать листать ленту новостную, либо сториз. Только тогда он увидит от вашей компании информацию. Поэтому прямой коммуникации там нет. Соответственно, цифровать клиенты из социальной сети к нам в клиентскую базу, к тире в сервис UDS, как он есть, это важно и нужно. Потому что потом их, наших клиентов, таким образом можно провоцировать на целевые действия, о которых я уже говорил выше. Вот второй вид контента. Все это будет в презентации, друзья. Если вы не успели сфотографировать, чуть позже я расскажу, как получить презентацию, кому интересно. Далее движемся. Заголовок. В отличие от постинга и сториза в социальных сетях, в UDS это пуш-уведомление. А у пуш-уведомления есть заголовок. И, соответственно, заголовок должен быть таким, чтобы человеку было интересно открыть. И понятно, что это некая там вирусная, партизанская история про маркетинг. И здесь нужно отдельно там как-то промониторить, обучиться. Но тем не менее, вот прошу обратить внимание, сколько различных заголовков мы сегодня видим на экране. И для себя вот обратите внимание, оглядывая все это, какие бы вам захотелось открыть, а какие нет. Такой интересный опыт. Движемся дальше. Да, мы уже завершаем. И сейчас я проговорю про подарок. Подарок за подписку на мой аккаунт в Инстаграме. Подарок первый. Это будет консультация по внедрению UDS, если он у вас стоит, или вы его рассматриваете для себя. И, соответственно, чтобы понять, а как это будет эффективно в вашем бизнесе, либо то, что у вас уже стоит, как это сделать более прибыльной историей, соответственно, обращайтесь. Второе. Вы можете получить чек-лист, как усилить Инстаграм с помощью UDS. То есть есть специальный у меня контент, который говорит, что Инстаграм и UDS можно усилить с помощью друг друга и получить от этого больше прибыли. Друзья, кому интересно, обращайтесь. Ну и правила контента. Как и что писать, как план составлять и так далее. Третий некий такой файл, чек-лист. Прошу обращаться. Ну и также, если вы хотите получить презентацию, можете написать мне либо в Инстаграм, либо в Телеграм. У меня там абсолютно одинаковые ники. И, пожалуйста, обращайтесь. Благодарю вас за внимание. Хочу подарок Кристины. Будет подарок, пишите. Теперь движемся дальше. Мы можем сейчас перейти к вопросам-ответам. Я думаю, у нас есть на этом 2-3 минуты. Я почитаю чат. Если у вас есть какие-то вопросы, прямо сейчас их задавайте. По поводу ограничения по времени поздравительных наработанных баллов. Вы знаете, Владимир, ряд компаний считает, что ограничения, в том числе по сгоранию баллов, оно влияет на возвращаемость. Допустим, это делает спортмастер. Они говорят, поздравляем на день рождения, месяц тебе баллы надо потратить. Но в моем понимании, лично на своем опыте и моих клиентов, я заметил такую историю, что ограничение любое, в том числе в сроке сгорания и баллов, оно ведет к больше лояльности минус, чем плюс. Поэтому я сторонник того, что пусть баллы висят у клиента и, соответственно, и не сгорают. Причем, как я уже говорил ранее, вот эта вот сегментация рассылки, там можно сделать по отдельной группе лиц, которые, допустим, не были у нас ни разу. То есть они вступили к нам в клиентскую базу, получили приветственные бонусы и ни разу у нас не купили. Или те, кто были у нас и, соответственно, не ходили уже полгода-год. То есть для них нужно сформировать определенную рекламную информацию, какой-то оффер с призывом к действию. Вчера буквально получил подобное сообщение. Оно делалось через рассылку всем клиентам, через начисление подарочных баллов. То есть компания спросила меня, почему вы у нас не были ни разу с момента вступления, и при этом подарила 300 баллов для стимулирования. И я им прям даже ответил, я вообще не мог ничего не отвечать, конечно, но я им ответил, друзья, я бы с удовольствием, но вы как бы в другом городе, и я просто на вас подписался. Хочу подарок. Отлично, все будет, друзья. Еще пару вопросов разберем. Да, вот Алина правильно писала. Соцсети, мессенджеры и ведес помогают в пушеведомлении. То есть смотрите, друзья, я ни в коем случае не умоляю достоинств предыдущих сервисов, инструментов для рассылки. Но на мой взгляд, рассылка от пушеведомления, так как она самая эффективная сегодня на рынке, она не навязчивая, она позволяет провоцировать на какие-то целевые действия, она является самой эффективной, и поэтому она должна быть основной. Понятно, что другие сопутствующие инструменты вы тоже можете использовать, но в моем понимании они должны быть как некие дополнительные моменты, нежели как основные, дополняющие. Надеюсь, я ответил. Хорошо, друзья, мы будем завершать. Раз, если вопросы еще будут, можете мне лично написать в Телеграм или в Инстаграм. Прямо сейчас, что бы я рекомендовал здесь прямо сейчас сделать? Если у вас уже UDS стоит и у вас нет сопровождения, напишите мне в Директ, в Инстаграм, в Телеграм, мы с вами это обсудим. Если у вас сервиса UDS еще нет, я рекомендую обратиться к тем людям, которые вас пригласили, попросить их разобраться. То есть есть там демо-версия, есть там триал испытательный 7 дней. В любом случае посмотрите и разберитесь. И возьмите что-то для себя из того, что сегодня я рассказал, чтобы это тут же применить, иначе это для вас не будет эффективным. Ну и про завтра хочу сказать, что завтра выступит мой партнер, мой очень хороший друг, это очень высококлассный специалист в обучении персонала, в маркетинге из Екатеринбурга, потрясающая бизнес-леди, совладелица консалтинговой компании. И она расскажет о том, как сегодня развиваться бизнесу и любую вообще компанию, используя лишь один инструмент – адекватный, быстрый, постоянный и достаточно объемный сбор обратной связи. Как можно слышать клиента и как те клиенты, которых вы слышите, как они платят вам взаимностью и как это увеличивает продажи. Друзья, завтра в это же время, в 12, прошу себе запланировать, по обратной связи будет аналогичный вебинар. Всем спасибо за внимание, рад был вам быть полезным. Прошу прощения, что пришлось немножко задержать, контента много. Вам успехов, больших продаж и приятного дня вам, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!